Следующий враг человека называется гнев. Гнев это сильно неудовлетворенное чувство какое-то. Оно возникает в сердце человека как чувство огромной справедливости и несправедливости по отношению к нему. То есть у него в сердце чувство сильной справедливости, что вот он прав, а вот по отношению к другому человеку, что у него очень сильное чувство несправедливости. Это демоническая сила, никакого здравого смысла в ней нет вообще. Эта сила, она вызывает огромные силы раздоры в сердце, и результат этого влияния ужасен. То есть в результате этого влияния человек перестает помнить все хорошее, что было с другим человеком. Эта сила влияет на память. Вот этот вот произошел, вспышка гнева произошла в отношениях, и ты перестаешь помнить, что с ним хорошего, с этим человеком было. Вроде бы знаешь, да, мы с ним взялись друг друга, любили, но кажется, как будто это все несерьезно. Я теперь поняла, что у нас не было серьезных отношений с тобой, она говорит. Или понял, ну то есть так подействовал гнев. Гнев отрубает память о хорошем. Человек не помнит ничего хорошего, то есть гнев разрушает эту память. И он создает негативные разрушающие связи. Допустим, ты разгневался на директора завода, дальше что будет у тебя в жизни? Пойдешь в безработицу. Ну то есть гнев, он разрушает возможности человека. Если вожделение, оно просто вводит в иллюзию и разрушает его судьбу, то гнев разрушает возможности человека. Допустим, у тебя есть семья, возможности ее сохранить сокращаются. У тебя есть работа, возможности работы сокращаются. И это никак не связано с гороскопом. Вот эти враги человека, они действуют без всякого гороскопа, они просто влияют, потому что они влияют. Вот как по гороскопу положено болеть, допустим, дизентерией? Нет, просто не ешь всякую дрянь. Как, допустим, в Индии, там принято пить священную воду из святых источников. И есть знание, что нельзя иностранцам это делать, потому что они не приспособлены к местным бактериям. А когда вода подслащенная особенно, ее подслащивают, когда освещают, она становится носителем инфекции. Хоть она сама по себе священная, но если ты ее пьешь, ты можешь заболеть дизентерей. И мой друг, он не послушал меня. Я говорю, ты на голову себе капай и будешь получать тоже благо. Не обязательно в рот. И он говорит, я верю в Бога, что Господь меня защитит от всего. Я говорю, хорошо. И он, вот, и все. Потом понос, судороги. Я говорю, что, нормально? Он говорит, да, экстаз. Замечательно. Вот. Хорошо, жив остался. Но идея в чем заключается? В том, что не положено было, если бы не пил, так не заболел. Так же и гнев тоже. Вот, ну, как бы, тебя никто не заставляет. У тебя есть выбор, ты можешь уйти в соседнюю комнату. Или сказать, извини, я что-то в туалет захотел. Убежать. Потому что этот демон гнева, он действует мгновенно. И просто нужно переждать чуть-чуть времени. Он действует прямо сейчас. И надо вот чуть-чуть подождать, и дальше вспышки гнева уже не будет. Понимаете, вот он, как бы, действует вот сейчас. Поэтому чувствуете, наливаются гнев в глаза близкого человека. Извини, я в туалет захотел. И в туалет раз, две минуты в туалете посидел, он туда постучался. И все. И успокоился. Потом можно общаться уже будет. Но если вы, как бы, идете на рожон, вот человек гневается, у него глаза краснеют. Это признак того, что демон закроет гнева туда. И вы решили в глаза ему в это время посмотреть. Вот это хорошее решение, правильно. То есть он зайдет и в ваши глаза, значит. И вы ничего не сделаете. То есть вы в глаза смотрите раздневному человеку. Все, между вами будет скандал. Обязательно. И вы ничего не сделаете, потому что нет силы, которая может преодолеть. Единственный способ это сматываться. Спасаться бедством. Итак, гнев разрушает возможности человека. Вот была замужем, не замужем. Был на работе, безработный стал. Был друг, теперь нет друга. Были нормальные отношения с ребенком, нет нормальных отношений с ребенком. Нейтроизация это раскаяние. Вот если сразу, как после гнева, вы скажете, прости, я виноват, виноват, тогда гнев отпускает. Он не может брать человека за жабры дальше. А если человек уверен, что он прав, и он хочет наказать человека, вот этот уже хронический гнев называется злоба. Вот если человек ошел в состояние злобы, то есть он думает, я все равно свое добьюсь. Все, тогда капец, суши весла. Это очень опасно. Принцип, когда человек на принцип идет, думает, я все равно тебе докажу. Все, до свидания, значит, в семейной жизни останешься один. Гнев разрушает отношения тогда в этом случае. Дальше. Дальше.